Ты хочешь сказать, что мы можем найти ум? То есть базовая идея, базовое задание, которое обычно решают новички в буддизме и в Бонне, это задача поиска ума. Учитель говорит, найди свой ум. И ученик отправляется на поиски ума. В итоге ученик должен получить некий опыт проживания того, что да, ум есть, что искать его можно, найти его нельзя. Как раз в состоянии ненахождения ума есть аспект пустотности. А то, что в уме что-то всегда происходит, и есть самоосознавание, это аспект ясности, который неотделим от состояния пустотности. И еще по поводу поисков ума, по поводу ума в целом. Лишний раз напомню о том, что есть относительный, абсолютный уровень восприятия реальности. На относительном уровне мы считаем, что есть отдельные объекты, есть наш ум, есть умы других людей. А на абсолютном считаем, что все отражено только в нашем уме, в том числе и другие люди с их умами. То есть в данном случае я не с вами разговариваю. Я разговариваю только со своим представлением о вас, о всех. То есть со собственным порождением своего собственного ума. Если меня сейчас убить, все исчезнут. А мы же... Я сказал, что ум или мозг — это транслятор. То есть он приемопередатчик. То, что нет границ между тем, что я называю собой, и окружающим миром. Окружающий мир — это наше продолжение, и это наша обратная связь, это наше отражение. То есть что мы в мир транслируем, то мы как обратную связь от мира и получаем. И даже если посмотреть на некоторые выкладки из квантовой физики, когда мы рассматриваем частицу, мы говорим о том, что когда наблюдатель смотрит на объект, на частицу, эта частица в данный момент локализована в том месте, где ее наблюдает наблюдатель. Но с меньшей степенью вероятности эта же частица находится в любой части Вселенной. Или может там находиться. Получается, что любой объект локализован там, где мы его наблюдаем, но он одновременно размазан по всей Вселенной. Следовательно, Вселенная и реальность — она едина. И мы можем получать посредственно вот этой биоретрансляционной машины информацию ровно ту и ровно такую, на которую мы настраиваемся. Как телевизор или приемник. На что настроился, то и покажет. С другой стороны, мы являемся неотъемлемой частью этой реальности. Естественно, что мы в эту реальность что-то транслируем. И то, что мы транслируем, может быть, кто-то на это настроится и считает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова